Доброе утро, это эфир информационная программа репортера студии Маргариты Шбукова. Сегодня в Гомельской области протягнулись мероприятия, промеркованные до дня мать. Их начатком стал вчерашний урошистый прием, где мят старшин гомельского облвыканкама. Сяро тих, кто принимал веншаванье, женщины, которые ознагарожены орденом мать. Подробности в сюжете наших корреспондентов. День мать в Беларуси означается с 14-го кастричника 1996 года. Тогда же урочили и первый орден мать в ознагароду, которая по своем статусе навык высшей знакомитой медали за отвагу. Головные критерии – выхование пятерых и больше детей. На сегодняшний день 1276 матерей получили орден матери. В этом году 30 человек. Свыше 11 тысяч получили адресную социальную помощь. В целом это та политика, социальная политика, которая сегодня направлена на поддержку многодетных семей. Зараз у Гомельской области проживая амаль 13 тысяч шмадетных семей. Характерно, что каждый год их колькость повеличивается. И хоть такое имкнение разумеют не все, сами мать и себя бе героинями не лечить. Для одних это тяжкая, але удячная праца. Для инших – мара детинства, якая здеснилась за семья Кукасцы. Это мечта моего детства, можно так сказать. Как бы в детстве у нас только было двое семьи, но мне всегда хотелось больше детей, чтобы было так все радостно и весело. Я очень рада, что я многодетная мама, что у меня пятеро детей. Я очень счастлива. Руслан Пролясковский, Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». До дня мати была промеркована и акция, которую провела областная организация Белорусского товариства «Шервоного крыжа». Ей супрацовники разом с волонтерами наведали женщины, которые стратили своих детей. С якими просьбами звертаются одинокие люди, ведает Александр Роу. Напевно, самое страшное для каждой мати – пережить своего детяти. И не имеет значения, чего он загинул, от хворобы, подчас военного конфликта и в вынеку несчастного выпадка «Одиноцтва». Это хочет как приговор. По областной организации Белорусского товариства «Шервоного крыжа» кажут, что день мати – свято добрый и пяшчетный. Тому наведывание женщин, которые стратили своих детей – это не просто еще одна акция, а махчимость реально да помахче одиноким и состарелым. Тем больше, что только уручением подарунков визит не обмяжевывается. Необходно выслухать человека, доведаться об его проблемах и при необходности да помахчим. Причем просьбы оказываются самыми розными. Я все могу делать – истирать, и убирать, и шить, и езать, и вышивать. Я хотела что-нибудь перейдать в церковь, в полочин. Я посмотрю, понимаете, надо посмотреть, что вы там, Матерь Божия. Некто из этих женщин стратил одно дитя, нехто – усих. Могут быть, правда, унуки, але и они, как правило, далекие, наведываясь нечасто. Некоторым допомагают социальные работники, однако выполнять всю работу они не могут. Волонтеры червоных окрыжа нет чого не отмавляются. Некому обещают ваконные рамы пофарбовать, некому допомогать навести парадок на дворовой территории. Хоть поведомить об своей просьбе можно не только зараз. Активисты покидают номеры контактных телефонов. По вогу ли акция, початая в День Мати, будем есть в протяг по некаких причинах. По-перше, наведать у всех за один день просто немогчимо. А по-друге, у этой организации соправдаются могчимости для оказания необходной допомоги. У нас работает служба сестер милосердия, в которых на патронаже именно одинокие люди, которые остались совершенно одни, им оказывается медико-социальная помощь. Также у нас есть волонтеры, которые приходят и помогают им на дому, поддерживают, разговаривают с ними. Олег Сентяров, Дмитрий Родзянко, телер, радиокомпания «Гомель». У «Гомеля» отбылася презентация первого в Беларуси проекта, который дает махшимость отримать высшую адукацию осудженным гражданам. Стартовой плясовкой стала поправшая колония номер 4, где отбывают покарания женщины. Подробности в наступном сюжете. На волю не только с чистым сумлением, но и с дипломом высшей адукации. Прикладно так можно выказать идея международного социального проекта «Адукация открывает зверы». Его партнеры – Департамент выканания покарания, Министерство внутренних справ, Минский инновационный институт и некольки замежных гуманитарных организаций. Впервые мы говорим о доступе к системе высшего образования, о получении диплома из университета и присвоении профессии. В этом уникальность этого проекта. Безусловно, важна система мотивации, которая поищряла бы самих заключенных принимать учения в участии в образовательных программах. В основе проекта замежный опыт. Например, у Германии у адукационных программах удельнейшуюсь 50-75% узневоленных. Стратегичная мета – видовочная. Диплом, профессия, праца, социальный статус – все это поможет вернуться до нормального життя на воле и больше не траплять закраты. Великие надеи на проект и у кировниства поправочей системы. По зрозумелых причинах на сессии ГТ-студенты ездить не будут. Случайние – только дистанционные. Для этого у колонии открытый центр доступа до электронного адукационного сяродя. Он представляет собой невеликий компьютерный класс. Выход у интернета в Межаваны дает мягчимость користаться только ресурсами института для отримания научного материала, проходжения онлайн-тестов, отправки выполненных заданий. Все это под строгим контролем. У пилотных проектов делятся 15 женщин. У каждого из них просто лез, термин, заучененные злочинства – у тем леку тяжкие. Но главное желание будет жить по-иншему. Для того, чтобы не припадало это время, потому что здесь однообразные дни. Хочется как-то развиваться, в дальнейшем устроиться, куда-то на работу есть какая-то возможность. Развиваться самой, как личностью. Потому что учиться – это здорово. Руслан Пролясковский, Вольга Вальченко, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня день работников фармацевтичной и микробиологичной промысловости. В Гомельской области это перв за все свято работников республиканского унитарного предприемства «Фармация», а так само приватных аптек. Сушастная «Фармация» – это около 1,5 тысячи работников. Только в Гомеле послуги насильства оказывают около 80 аптек. Дарыш, столько же областных центров и аптек коммерциных. При этом, по словах керавництва фармации, размовы идут клюшно об здоровой конкуренции. Боу, во всех, одна задача – за беспешение насильства леками у тем лику отчинной вытворчасти. На корысть их эффективности у фармации приводят той факт, что сегодня треть отчинных леков поставляется на экспорт. Сярод задач фармацевта на ближайший час поставки у аптеки леков з уликом сезонного роста с захворываемостью на грипп. Гриппа всегда все боятся, но и как только похолодание первое, уже появляется больше покупателей в аптеках, больше простудных заболеваний. На аптечном складе и в аптеках есть неснижаемый запас разных групп, которые касаются этой противовирусные, антимикробные, противовоспалительные, жаропонижающие. У нас есть большой неснижаемый запас, поэтому перебоев с препаратами не будет. Репродукции картин с усветновядомых мастаков проставили в Музее истории города Гомеля. Уникальности худым, что для передач и малюнка выкористовывались незвыклые для живопису фарбы, а нитки. Знаемые шматликим сюжету в незвышайном формате проставила Валентина Игнатенко. С подыголки гомельского майстра вышло уже больше за 40 работ. Самая первая была вышитая 6 годов тому. На ее творение спотребилось полгода. Сегодня эту же работу женщина робит в два раза больше худко. На полотнах нема, звышенных для вышивки натюрмортов. Замес этого сюжеты написаны такими вядомыми мастаками, как Иван Шишкин, Константин Савицкий и Леонардо да Винчи. У творшей биографии Валентины уже шатыры персональные выставы. Однако у гомелях это первая. Экспозиция уключает больше за 30 работ. У тымлику репродукции картин «Ранница в сосновом лесе» и «Дама с горностаем». У день презентации выставочного проекта для всех ожидающих был проведен майстер-класс. У субботу 17-го Кострышника волонтерский рух по обороне бездомных живел пройдет доброчную акцию «Подарим шанс». У городским центру культуры в этот день можно будет обзавеститься шатвероногим сябром. Старт 10-й юбилейной акции дадут о 12-й године. В историю волонтерского руха областного центра 5 годов тому пошла писать завышенная же хорка Гомеля Светлана Лапо. Сегодня у ликой ей помощников 40 человек. На пьесе волонтеров коля 200 живел. Организаторы сподяются, что у день проведения акции половоз их знойдуть господару. Это коты, собаки, щенки, котята. Все взрослые животные привиты и стерилизованы. Те, кто планирует на акции взять у нас животных, обязательно при себе иметь паспорт, обязательно иметь при себе сумку, переноску, поводки, ошейники. Это все нужно иметь при себе. Но в первую очередь, конечно же, паспорт. На протягу всей акции будет працовать волонтерский пункт, куда можно будет принести корм, леки, разные принадлежности. За годы основания волонтерского руху было вырытовано больше, как тысячи бездомных живел, шма сроблено по решению их проблем. Наступным кроком станет организация пункта стерилизации. На жаль, зарабить это в ближайший час, перешкоджая отсутность придатного помешкания. Тому выращение пытания по коль застаётся с открытой датой. Оказать допомогу волонтерскому руху можете и вы. Подробязная информация по телефоне 8029-674-2165 И на этом по колью сё за развитём падение сошити по наших выпусках. А я с вами развитываюся. До побашения. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова